Всем привет! Добро пожаловать ко мне на кухню! Сегодня я расскажу и покажу вам, как я испекла очень вкусный, красивый и оригинальный пасхальный кулич. Посмотрите, какой шикарный разрез! Первым делом я растворяю свежие прессованные дрожжи и мед в теплом молоке. Эту смесь я оставляю в теплом месте на 15-20 минут, чтобы масса поднялась. Одно яйцо, желток, сахар, ванильный сахар и соль я хорошо перетираю венчиком. Сюда же я добавляю растопленное и охлажденное сливочное масло и опару и хорошо перемешиваю. Частями добавляю просеянную муку и замешиваю мягкое тесто. Затем добавляю растопленное сливочное масло. Добавляю в тесто сметану комнатной температуры и вымешиваю в течение 10 минут. Тесто я примерно разделяю на 2 части. 2 пятых и 3 пятых. В меньшую часть я добавляю муку и хорошо вымешиваю. В большую часть я добавляю какао-порошок и тоже хорошо вымешиваю. Обе части я накрываю пищевой пленкой и отправляю на расстойку в теплое место примерно на 1,5 часа, чтобы тесто увеличилось вдвое. Затем я обминаю светлое и темное тесто и даю им еще раз подойти примерно 30 минут. Смотрите продолжение в следующей части. Дальше я разделяю светлое тесто на 1 третью и на 2 третьих. Меньшую часть отправляю под пленку, большую часть я разделяю на 20 частей и формирую из них шарики. Накрываю пленкой. Дальше я обминаю темное тесто, делю его тоже на 20 частей и формирую шарики. Меньшую часть отправляю под пленку. Меньшую часть отправляю под пленку. Из шарика белого теста я делаю лепешку и в нее заворачиваю шарик темного теста. И так поступаю со всеми шариками. Затем я укладываю все шарики в форму. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Оставшуюся часть белого теста я раскатываю и укладываю поверх шариков в форме. Форму я накрываю пленкой и отправляю ее на расстойку в теплое место на час или полтора. Кулич я выпекаю в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40 минут до сухой шпажки. Через 20 минут выпекания кулич можно прикрыть фольгой. После выпекания я даю куличу полностью остыть, а в это время я приготовлю шоколадную помадку. Для этого я соединяю шоколад и сливочное масло и растапливаю их на водяной бане. Смазываю кулич помадкой и посыпаю посыпкой. Смазываю куличу и сливочное масло. Смазываю куличу и сливочное масло. Продолжение следует... Смазываю куличу и сливочного масла. Пасхальный кулич жираф готов! Я желаю всем светлого праздника, мира и добра! До новых встреч на моем канале! Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал!